Buonasera, cari amici! Buonasera a tutti! Continuiamo le nostre lezioni dell'italiano. E stasera sappiamo come si usa forma impersonale in italiano. Дорогие друзья, на сегодняшнем занятии мы с вами познакомимся с безличными формами в итальянском языке, а также с использованием частицы SI, так называемая форма SI passivante. Для чего же они используются и что это такое? Безличная форма, форма impersonale, так же, как и в русском языке, достаточно широко употребима в итальянском. И называется она безличной именно потому, что нет указания на лицо, которое совершает действие, то есть некое обобщение. Она служит для выражения значения обобщения, когда лицо, совершающее действие, отсутствует, его нет. Как переходные глаголы, так и непереходные глаголы можно поставить в эту форму. Безличная форма образуется при помощи частицы SI и глагола в третьем лице единственного числа. Повторяю, единственного числа. На русский язык обычно переводят безличными конструкциями или множественным числом третьего лица. То есть, если в итальянском языке используется единственное число третьего лица, то на русский язык мы переводим во множественном числе. Посмотрите на эти примеры. Дакуй, си веде бениссимо. Отсюда превосходно видно. Посмотрите глагол ведере. Здесь используется в третьем лице единственного числа, веде. Он, она видит. И перед ним ставится частица си. Си веде. Это не значит, что глагол возвратный. Ведерси. Это значит, что глагол ведере, переходный глагол, используется в безличной форме. Посмотрите, не кто-то видит что-то, а видно. Видите, нет лица, который бы совершал действие. Дакуй, отсюда. Си веде, видно, бениссимо, превосходно. И еще один пример. Посмотрите. In Italia si parla veloce. В Италии быстро говорят. Si parla. Глагол parlare опять же стоит в единственном числе в третьем лице. Si parla. Не значит, что глагол возвратный. Parlar si. Нет. Здесь безличная форма. Говорят как. Быстро. Veloce. Посмотрите, обратите внимание, что после этих глаголов стоит не дополнение, а совершенно верно наречие. Как? Превосходно. Быстро. И так далее. Нет дополнения. Обратите внимание. Но если при глаголе имеется прямое дополнение, то частица si придает такому глаголу оттенок страдательного залога. И обязательно согласуется в числе с дополнением. Посмотрите на примеры. da cui si vedono i bellissimi fiori. Посмотрите, si vedono стоит во множественном числе, в отличие от первого примера. Отсюда видно прекрасные цветы. Видно что? У нас есть дополнение. Fiori – цветы. Видно что? Цветы. Но на русский язык мы переводим, видите, в единственном числе – видно. Отсюда видно красивые цветы. Но если бы мы дословно перевели эту конструкцию, уже страдательную конструкцию, с частицей si, то мы бы с вами смогли перевести ее как «виднеются». Посмотрите, да, ближе к русскому языку. «Виднеются». И вот здесь мы как раз и видим, почему же si используется. «Виднеются». Таким образом, это уже не безличная конструкция у нас с вами получается, а оттенок страдательного залога. Не они совершают действие, цветы, а над ними как бы совершается действие. То есть страдательный уже залог с использованием частицы si. И здесь обязательно надо согласовывать глагол в числе с дополнением. Раз fiori во множественном числе, значит и глагол vedere во множественном числе. И, например, вот вам второй как раз пример. Отсюда видно или виднеется, если мы буквально с итальянского переведем, красивый сад. Giardino – сад в единственном числе, значит и глагол vedere в единственном числе. Итак, ibilissimi fiori и un bel giardino – это дополнение. Поэтому, чтобы поставить их вот в эту форму, форму si, passivante, мы должны использовать, даже согласовывать их в числе. Посмотрите еще один пример. In Italia si parla italiano. В Италии говорят на итальянском. То есть буквально разговариваются на итальянском. In Italia si parlano molti dialetti. В Италии говорят на многих диалектах. И в первом и втором случае мы употребили при переводе на русский множественное число. Говорят. Но здесь у нас есть дополнение. Итальяно – в единственном числе, глагол – в единственном числе. Molti dialetti – диалetti во множественном числе, глагол – во множественном числе. То есть чтобы вы не растерялись, если увидите вдруг такую фразу где-нибудь там в газете, в журнале, не знаю, в каком-то там объявлении. Посмотрите еще один пример. Dal latino discendano i dialetti che si parlano in Italia. Вот то же самое si parlano только вводится союзом ke. От латинского происходят диалекты, на которых разговаривают в Италии. Еще один пример. Anatali si fanno i regali. На Рождество делают подарки. Посмотрите, глагол fare стоит во множественном числе, и перед ним стоит частица si, поскольку regali – подарки во множественном числе. Si fanno i regali. То есть делаются, если бы мы перевели буквально это слово. И еще один пример. In Italia spesso si compra la pasta per la cena. В Италии часто покупают пасту на ужин. Посмотрите, глагол comprarre стоит в единственном числе, потому что слово la pasta в единственном числе – это дополнение. Comprare – покупать. На русский язык буквально покупается, но переводим мы на русский литературно правильно, без личной формы. В Италии часто покупают пасту на ужин. Так что вот несмотря на использование si passivanto, что это у нас страдательный залог, по сути, мы на русский язык переводим без личной конструкции. Это очень близко для русского языка, такой перевод. И еще без личной формы в итальянском языке используются и с возвратными глаголами. И здесь происходит очень такой интересный момент. Чтобы не повторять частицу si дважды, потому что нам надо поставить si как свойство возвратного глагола, так же и si в качестве без личной формы. И чтобы si, si дважды не повторять, первую частицу заменяют на chi. Итак, посмотрите этот пример. Когда встречаются, здороваются. То есть здесь нет лица, который совершает действие. Это чисто без личной формы. Incontrar si – глагол возвратный. И он же может быть поставлен в без личную форму. И чтобы si, si incontra не повторять, первая si, которая будет обозначать без личную форму, она должна заменяться на chi. Salutar si – это тоже возвратный глагол, который образован от глагола salutare. Салютары – приветствовать кого-то, дополнение, кого что. Salutar si – здорового отца, то есть обмениваться приветствиями. И здесь тоже самое si заменяется на chi. Еще один пример. In Italia ci si alce tardi. Ну, истинная правда, да. В Италии поздно встает. Глагол альцар si – вставать, подниматься, да, по утрам. Он возвратный. Чтобы не повторять дважды в без личной форме si, заменяется одна из них на chi. Ci si alce tardi. Еще один момент, который стоит также обратить особое внимание, тоже в без личных формах. Если сказуемое выражено глаголом essere, divintare, sembrare, sentire и любыми такими глаголами, после которых можно поставить существительное или прилагательное, они приобретают окончание множественного числа. То есть, представляете, на русский мы переводим в единственном числе, а на итальянском они будут стоять во множественном. Вот такой интересный и забавный момент. Посмотрите на эти примеры. Quando si è giovani si diverte molto. Когда ты молод, много развлекаешься. Quando si è giovani. Молодой giovane. Но здесь стоит giovani во множественном числе. Это безличная форма с глаголом essere. И обязательно стоит частица si, которая нам показывает, что это безличная форма. Si è giovani. То есть, глагол essere стоит в единственном числе, а следующее за ним. А прилагательное giovani стоит во множественном. А на русский переводится безличная конструкция. Когда ты молод. То есть, имеется в виду один человек. А прилагательное стоит во множественном числе. Вот такая совершенно необычная форма для русского нашего, с вами менталитета. И следующий пример. Quando si diventa vecchi si conosci molto. Когда становишься старым, многое понимаешь. Si diventa – глагол diventare. Diventare vecchio – становиться старым. Здесь глагол diventare стоит с частицей si, приобретает безличную форму. Когда становишься. Si diventa vecchi. И vecchio надо поставить во множественное число. И дальше. Si conosci molto. Conosci – глагол знать, понимать. Conosci molto. Многое знаешь. Si conosci – безличная форма. Не имеет отношения, к какому лицу обращено это действие. То есть, нет указания на лицо. Это некое обобщенное выражение. Еще один пример. Посмотрите. Мы с вами сейчас немножко усложним задачу. Вспомним заодно некоторые другие формы. Se lavorando ci si diventa, no si diventa mai stanque. Если, работая, развлекаешься, то никогда не устаешь. Вот такая замечательная фраза. Lavorando – это мы с вами уже знаем, раз оканчивается на ando. Это у нас с вами депричастие итальянское. Работая – что делая. Ci si diverte. Ага, увидели? Ci si – значит, это безличная форма у глагола возвратного. Divertir si – развлекаться. Когда развлекаешься, ci si diverte. Non si diventa mai stanque. И здесь глагол diventare. Diventare stanco – становиться усталым. Si diventa – безличная форма. И stanque, обратите внимание, и стоит прилагательный во множественном числе. Усталыми. Но переводим на русский язык единственным числом. Вот такой интересный момент, где соединяются два пункта, о которых мы с вами говорили. Возвратный глагол и сказуемое, выраженное глаголом, diventare и существительным, прилагательным во множественном числе. Следующий пример. Arrivo un momento nella vita di un'uno, in cui ci si sente felici. Посмотрите, очень позитивное предложение. В жизни каждого настает момент, в который чувствуешь себя счастливым. Arrivo un momento, то есть наступает момент, nella vita, в жизни. Di un'uno. Un'un – это каждый. In cui – в который. Ci si sente felici. Глагол sentirsi, посмотрите, возвратный глагол, добавляется частица си в форме чи, и слово felici, прилагательное, стоит во множественном числе, потому что после глагола sentirsi felici. И я хочу закончить сегодняшнее наше занятие на позитивной фразе, в которой мы объединим с вами предыдущую тему использования сослагательного в форме imperfetto, и пожелаю вам что-нибудь приятное и обнадеживающее. Итак, vorrei che arrivassi questo momento felice nella vita di un'uno di voi, cari amici. Мне бы хотелось, чтобы пришел этот счастливый момент в жизни каждого из вас, дорогие друзья. Сегодня я с вами прощаюсь, до следующей нашей встречи. Всего вам самого-самого хорошего, желаю вам счастья и побольше счастливых моментов. Arrivederci a tutti, ciao!